В прямом эфире новости сейчас в студии Павел Лазовик. Добрый день. Социальная справедливость, целесообразность и экономическая эффективность должны быть в основе принятия законодательных решений. Об этом сегодня заявил президент Александр Лукашенко на совещании с руководством СовМИНА в центре внимания и инвест-программа и реализации наиболее значимых проектов. А также ряд документов, которые затрагивают различные сферы жизни общества. Вот я посмотрел государственную программу. Здесь программа переполнена социальными проектами, без которых мы можем обойтись. Но так если у нас сегодня пандемия, ковид и прочие вопросы, обстановка непростая в мире, я уже говорил. Так может быть какие-то социальные проекты, которые завтра не дадут денег, если мы туда вложим эти деньги, перенести на последующие годы? В проекте этой программы предусмотрена, государственная программа на будущий год, строительство примерно 130 объектов. На сумму более 600 миллионов рублей. Ну деньги не ахти какие, звучит 130 объектов, но 600 миллионов рублей это не деньги для государства. Но тем не менее и здесь должна быть экономия. Потому что это пример другим, если мы наверху не умеем экономить и вычленить наиболее важное необходимое для развития. Ну тогда и губернаторы, и председатели исполкомов, горосполкомов будут следовать таким же принципам. На повестке и корректировка законодательства по вопросам деятельности хозяйственных обществ. Это важный для экономики законы, который регламентирует почти все сферы создания, работы, ликвидации коммерческих организаций. Правительство также предлагает урегулировать отдельные нюансы в электроэнергетике. В частности, разрешить производителям продавать излишки электричества в любую область страны. Сразу в нескольких американских городах после инаугурации Джо Байдена прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки. В Портленде полиция применила спецсредства, резиновые пули и слезоточивый газ для разгона людей. Пострадал городской офис демократической партии, а также здание миграционной и таможенной службы США. В Сиэтле сожгли американский флаг. В итоге полиция задержала несколько десятков человек. В Ираке, где почти 20 лет назад международная коалиция во главе США начала военную кампанию под названием «Иракская свобода», сегодня думают лишь о том, как бы не стать жертвой взрыва или пули. По меньшей мере, 28 человек погибли, еще около 45 получили травмы в результате двойного теракта в центре Багдада. Об этом сообщил телеканал «Альна Хадах». Известно, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Вот кадры уже второй детонации. А первый смертник подорвал себя на площади Тайран, где располагаются рыночные ряды. И уже через пару минут еще один террорист привел в действие взрывное устройство рядом с кинотеатром, что неподалеку. В китайской провинции Шаньдун вторую неделю продолжается масштабная спасательная операция на «Золотом руднике». Взрыв произошел 10 января, а в итоге под завалами 22 рабочих. Выжили минимум 12, однако один из них позже скончался из-за травм. Рабочим удалось передать наверх записку с просьбой не прекращать спасательные работы, а затем с горняками удалось установить телефонную связь. Шахтерам передали питательные смеси, медикаменты, одеяло над освобождением людей из-под завалов. Круглосуточно работают более 500 спасателей и задействованы почти 400 машин и единиц оборудования. Шахтерам сейчас пытаются пробурить тоннель. В итальянском Антхольце сегодня женской и индивидуальной гонкой стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. Беларусь представит четыре спортсменки. Ирина Кривко на трассу уйдет пятая, Динара Лембекова – 28-й. У Елены Кручинкиной 42-й номер, Анна Соло отправится на дистанцию 73-й. За ходом гонки следите, напомню, в прямом эфире на телеканале «Беларусь-5». Начало трансляции в 16.05. Информационный день моей коллеги продолжит в 15 часов. До встречи.